Здравствуйте, это Байгей Ньюз. Здесь мы рассказываем о главных новостях. Начнем. Глава государства вручил награды лауреатам премии Алтын Сапа и Парыс. Заявки на участие в конкурсах в этом году подали больше 700 организаций. Выступая на церемонии награждения, президент подчеркнул, для увеличения объема национальной экономики в два раза нужно запустить новый инвестиционный цикл. Также по поручению президента инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, с 2024 года будут на три года освобождаться от налогов. Касым Жумар Тукаев отметил, в Казахстане внедрят систему поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого коридора». Это позволит ускорить для инвесторов сроки получения разрешительных документов, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций. Остановился президент на создании системы искусственного интеллекта в нашей стране. Касым Жумар Тукаев заверил, что будет лично курировать это направление. Больше 500 миллионов тенге штрафа столько взыскали с крупного поставщика ГСМ. Алматинские прокуроры обнаружили, что он пользовался своим доминирующим положением. То Петро Сан не позволяло продавать бензин и дизельное топливо отдельным участникам рынка, причем необоснованно. В итоге его по решению специализированного межрайонного суда привлекли к административной ответственности. Товарищество попыталось оспорить это решение, но вердикт оставили без изменений. Сайгакам больше не угрожает участь туранского тигра, сумчатого волка и птицы додо. Международный союз охраны природы объявил о переходе биологического вида из категории «находящийся на грани исчезновения» в категорию «находящийся в состоянии близком к угрожаемому» в международном красном списке. За последние 20 лет в Казахстане количество этих парнокопытных выросло с 21 тысячи почти до 2 миллионов. Такой прогресс был высоко оценен международным сообществом. Ведь более 98% популяции сайгаков на планете сосредоточены именно в нашей стране.